Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь! Кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Сегодня буду проводить полив части своей орхидеи. Наверное, самым популярным препаратом, который используется для орхидеи, это янтарная кислота. У меня жидкая формула янтарной кислоты называется янтарин. Вот так она выглядит. Применяю ее очень-очень много лет. Препарат этот, по сути, является регулятором роста и служит для того, чтобы нарастить корни и листья орхидеи, чтобы орхидеи именно росли. Бывают замерзшие орхидеи для того, чтобы они проснулись. И вот подобрала именно орхидеи, чтобы ярко показать, в каких случаях стоит применять вот этот препарат. В первую очередь, я его всегда применяю в первый полив пересаженных орхидеи. Замечательные результаты, мне нравятся. Применяю именно для полива или опрыскивания. Потому что этот препарат может применяться тремя способами. Это полив, опрыскивание и протирание по листу. Это заявляет и сам производитель. И я использую вот эти три способа. Поэтому пересаженные орхидеи для пересаженных, точнее орхидеи, препарат всегда использую. Также замечательно его применять для деток орхидеи, чтобы они росли и быстрее, опять же, после пересадки приживались. Но даже если после пересадки прошло много времени, вот эта орхидея пересадила уже больше года назад. Видно, что ей нужен рост. Хотя видите, какие классные корни. Корни здесь стадии роста. Лист желтит, но желтит нормально. С края, видите, и подсыхает. То есть орхидея с него тянет питательные вещества. Такой лист мы не убираем. Ждем, когда орхидея сама его отсушит. Видите, корешки здесь все хорошие. Хорошо бы было нарастить листву, но в принципе соотношение листьев и корней здесь оптимально. Все хорошо. Детки мы тоже поливаем. Также орхидея, которая уже восстановилась после реанимации, поливать этим препаратом тоже очень хорошо. Вот эта орхидея у меня начала гнить. Вовремя ее спасла, остановила ее гниение. И видите, тут получается была групповая посадка. Две орхидеи. Вот одну орхидейку остановили гниение, нарастила детку. Вторая орхидея тоже будем поливать. Далее, вот такой пенечек. Полностью сгнила верхушка. Все, здесь ничего не осталось. Был только пенек. На пеньке наросла вот такая детка. Я ее отсоединять не буду. Буду дальше растить, как самостоятельное растение, потому что корни здесь шикарные. Пенек шикарный. Я понимаю, что он может дать еще одну детку, но если я отсажу, то срок, когда зацветет эта детка, будет более длительный. А прямо на этих корней она намного быстрее у меня зацветет и будет больше. Также вот есть у меня орхидея. Она отцвела уже, но ей нужны силы. Это видно, что после цветения где-то немного тургор потери. Как-то выглядит она, знаете, так достаточно грустно, поэтому я ее также буду поливать. Еще один из признаков, почему орхидея надо дать янтарную кислоту, начинает отсушивать нижние листья. Вот я вижу с одной стороны, и с другой стороны она уже отсушила правильно, то есть вытянула питательные вещества из нижних листьев. Поэтому также полью эту орхидею. Поэтому для реанимашек, для деток орхидеи, орхидеи после пересадки, орхидеи после стресса, именно для роста всегда замечательно применять. Также для адаптации орхидеи после, например, транспортировки, либо если покупаете орхидею, которая не цветет. Цветущие орхидеи этим препаратом не поливаем, так как они могут сбросить цветение. Здесь 50 на 50. Что касается дозировки, для полива, если мы берем вот эту жидкую форму, мы используем полтора миллилитра на один литр теплой отфильтрованной воды. Если вы берете таблетку, то рекомендуемая доза одна таблетка на литр воды. Но скажу по себе, я уже лет 5, наверное, не использую таблетки. Дозировка была в таблетках, опять же, вот я вам ее назвала. Но больше рекомендую применять все-таки янтарную кислоту либо в порошке, либо жидкую. Я уже набрала 4,5 миллилитра, то у меня будет на 3 полива. Сейчас сюда буквально полтора миллилитра, еще чуть-чуть, вот полтора миллилитра. Перемешиваю, чтобы препарат распределился, концентрация не попала на корни. И дальше классический полив по краю горшка. Вот для полива, например, взяла вот эту детку, которая выросла на таких шикарных корнях, на этом пенечке, вот я сбоку, видите, еще есть живая ткань, видно. То есть, есть вероятность, что с этой точки орхидея тоже нарастит детку. Ну, посмотрим, было бы очень даже замечательно, если бы два таких растения сразу наросли на пеньке, можно его не отсоединять. Раньше, кстати, деток от пеньков я всегда отсоединяла, но сейчас получилось так, что есть много одинаковых орхидеи, то есть детка и материнское растение. Поэтому иногда я стала уже не отсоединять. Для того, чтобы не множить одинаковые орхидеи, оставлять их расти прямо на этих корнях. Видите, какая огромная выросла детка? И это где-то, ну, наверное, за полгода. Учитывая, что вот, например, подросток азиатский, у меня больше года, и он, в принципе, наверное, практически не вырос. Может быть, один лист за это время у него вырос. Поэтому на корнях, если не отсоединяйте, конечно, у орхидеи больше питания, она быстрее намного растет. Вот так по краю горшка проливаю и оставляю постоять в растворе янтарной кислоты где-то на 5 минут. Этот препарат лучше использовать сразу. Я его не храню. Если же вы приготовили раствор, например, из таблетки, то, в принципе, до суток его можно хранить. Но лучше, конечно же, использовать его сразу. Видите, это орхидея политая. Я ее переставила обратно в озон. Взяла деток маленьких, приготовила новый раствор, также буду поливать. Кроме полива, этим препаратом, я вам говорила, можно опрыскивать либо протирать по листу. Но тогда готовим другую дозировку. Если мы используем для опрыскивания либо протирания, то идет, если вот эта жидкая формула, 2 миллилитра на 1 литр воды. Если в таблетках, 1-2 таблетки, опять же, на литр теплой отфильтрованной воды. Но учтите, если вы этим препаратом поливаете, то эти же растения опрыскивать сразу же препаратом не надо. Нужно разделять опрыскивание и полив одними тем же препаратом. Что касается полива, если это здоровое растение и вы вот делаете в профилактических целях, то не чаще одного раза в месяц. Если это реанимашка, то можно один раз в 2-3 недели производить полив. Опрыскивание можно для реанимашек один раз в неделю этим препаратом проводить. Я когда-то думала, что переборщить с этим препаратом нельзя. Опрыскивала орхидеи достаточно часто, и они у меня просто начали желтеть листья. Они усыхали, опадали вот нижние хорошо листья, поэтому лучше не переборщите. Надо все-таки все хорошо в меру. Вот детки орхидеи, они также постоят в этом растворе какое-то время. Не стоит применять янтарную кислоту, когда орхидея находится в стадии покоя. В этой стадии орхидеи мы поливаем только водой, не используем ни янтарную кислоту, ни комплексные удобрения. Есть стадия покоя, когда орхидеи надо отдохнуть. Нормальной считается стадия покоя, это 3 недели после того, как орхидея отцвела. В это время не трогаем, только используем воду. Во все остальные периоды, ну вот опять же кроме цветения орхидеи, чтобы орхидеи не сбросили цветы, в принципе применять вот этот препарат можно. Как и профилактически, так и с целью поддержать орхидеи, двинуть орхидею к росту. Очень часто показываю, как применяю вот этот препарат для орхидеи только что пересаженных, используя его при первом уходе для полива, либо опрыскивания. Ну я там делаю сочетание с различными препаратами для орхидеи, но обязательно всегда у меня присутствует янтарная кислота. Кому актуальность, я оставлю в конце ссылочку на видео прямую, перейдите, посмотрите, как правильно ухаживать за орхидеей после пересадки, чтобы она пошла в рост. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!